Здравствуйте, Сергей Демиденко, Старая Школа Здоровья. Сегодня я в гражданской, не в рабочей форме, потому что сегодня я в отпуске. А в отпуске я потому, что пару дней назад прошел операцию по замене хрусталика, лечение катаракты. И именно об этом своем опыте я бы хотел вам немножко рассказать. Потому что воплотился в моем опыте опыт многих других людей, совершавших огромное количество ошибок вместе со мной. В общем-то, сделаем очень много глупостей, и именно эти глупости привели к тому, что получилось. Катаракта – это заболевание глаза, это помутнение хрусталика. Но в отличие от бельма, которая является чем-то вроде пленки на поверхности, катаракта – это момент замутнения самого непосредственно хрусталика. И самый распространенный сегодня, как мне объяснили, способ лечения такой болезни – это, грубо говоря, сболтывание. С помощью ультразвукового аппарата, который вводится непосредственно в глаз, перемешивается содержимое хрусталика. Он в норме-то, он такой довольно эластичный. И хрусталик становится опять прозрачным. Но это, разумеется, в тех условиях, когда есть что перемешивать, и когда есть там еще что-то прозрачное. К сожалению, в моем случае я довел до такой ситуации, когда сам уже хрусталик стал плотным. Когда он помутнел целиком, на всю свою глубину. Сболтывать там уже нечего было, да и не получилось бы взболтать. Пришлось его удалять целиком и на его место ставить линзу. Теперь у меня там искусственный глаз. Еще немножко, и я могу играть терминатора. Так вот, почему так получилось? Во-первых, потому что я совершенно ничего не знаю о глазах. Я массажист, я костоправ, я всю жизнь работаю с мышцами, с кровеносной системой, с периферической нервной системой. Но я ничего не делаю глазами, потому что глаза, а также как кожа, некоторые другие заболевания, это не моя специальность. Я прекрасно понимаю, что каждый хороший специалист должен понимать границы своих возможностей. Нет ничего хуже, когда человек обещает тебе все, от всех болезней, все что угодно. А получается, что он на самом деле не умеет ничего. Так вот, когда у меня эта самая катаракта началась, началась она из-за сахарного диабета, который я опять-таки пропустил, потому что я-то знал всю эту симптоматику, но совершенно не вывязывал с собой. Ни постоянную сухость во рту, ни чувство жажды, ни чувство усталости, ни частое пробуждение ночью, чтобы помочиться. В общем, все это происходило со мной, но на самом деле происходило как будто не со мной. Так вот, когда у меня эта катаракта началась, я, естественно, испугался, потому что эта операция под местным обезболиванием делается. А мой печальный опыт операции под местным обезболиванием еще годов 80-х подсказывает мне, что это всегда происходит весьма неприятно, весьма болезненно, поэтому я испугался. И поэтому я начал, разумеется, искать, как бы можно было бы обойтись без операции. И пока я вот это все думал, пока я искал, пока мы ходили по врачам, ситуация ухудшилась. Я, честно говоря, даже не ожидал. Я просто не ожидал, что может все ухудшиться так быстро. Буквально в течение полугода я ослеп на левый глаз. То есть я вообще перестал видеть. Если в начале это были, ну, просто мутноватые изображения, постепенно они превратились в мутные силуэты, а в конце эти силуэты слились в одно, в общем-то, темное пятно, в котором время от времени появлялись пятна белые, например, окно. То есть это была именно слепота. И, естественно, я просто не ожидал, что это может получиться так быстро. Если бы я знал раньше, я бы, конечно, подстилил соломки, я бы, конечно, пошел к врачу, к хирургу, не дожидаясь, пока потеряю зрение совсем. Но я бы не думал. Я надеялся, что все удастся как-то решить менее операбельным путем. Ну и дождался, пока вот ослеп совсем. И последняя врач-хирург сказала, что, в общем-то, ситуация уже зашла до крайности. И тут даже вот в этой ситуации, вот даже при такой операции, возможны осложнения. А одним из таких осложнений является, например, разрыв вот этого самого хрусталика. И тогда придется... Это не значит, что глаз вытечет, что с ним там его потеряешь. Нет, это означает то, что его сначала придется удалять, хрусталик, потом там все будет заживать, а потом еще через пару-тройку месяцев можно будет поставить лицо. Плюс я опять-таки провел же опрос клиентов и знакомых. Оказалось, что многие люди такого рода операции уже проходили. И тоже, в общем-то, рассказывали множество страшных рассказов о том, что после операции пришлось лежать неподвижно 3 дня или даже неделю, в буквальном смысле неподвижно. Утка, вот судно, все, что нужно, все, что мы любим. В общем, все это не наполняло меня оптимизмом. Плюс, опять-таки, печальный опыт старых операций. Я панически боялся этой операции, я панически боялся боли. Потому что глаза и зубы – это вот то, чего я всегда боялся и боюсь до сих пор. Но в конечном итоге именно страх перед еще большей, более стверной ситуацией, когда наступает, а у диабетиков это может быть, хотя и не всегда происходит, но может быть, когда наступает слепота из-за кровоизлияния в сетчатке, и это уже реальная такая настоящая слепота, которую не исправишь, не вылечишь и не изменишь, именно от страха, от еще более тяжелых последствий, я, в конце концов, таки отправился к врачам. Поддался рукам хирургов и должен сказать сразу – операция прошла совершенно безболезненно. Ни один из моих страхов предварительных не исполнился. Не надо бояться этой операции. Хорошие руки, хорошее лекарство в хорошем медицинском центре приводят к тому, что вы скорее чувствуете себя как в Нео-Матриксе, чем вот страдающий человек, привязанный к пыточному столу. Это очень важно. Сейчас мне самолет летит, так что я нажму на паузу пока. А теперь, как у меня это все получалось. И сразу предупреждаю, вполне возможно, что в России сейчас это было бы даже еще лучше, потому что польские окулисты учились у Филатова. Так вот, я приехал в центр медицинский, завели меня в раздевалку, снял я свою одежду, одел вот эту одноразовую, надел бахилы на носки, обувь пришлось снимать, надел шапочку на голову, на волосы, и, естественно, маска. Перед этим там в инструкции было написано обязательно тщательно и хорошо основательно помыться. Я это сделал. Помылся, помыл голову, поврился и так далее, и так далее. Затем я зашел в бритбанник, там уже сидели люди, несколько человек. Кто-то сам лежал в кресле с повязкой на глазу. Пара женщин сидела, ждала своей очереди, посадили меня, закапали мне в глаз, перед этим мне глаз пометили. Ну, чтобы не ошибиться. Закапали мне в глаз расширяющие капли, потому что зрачок должен был, должен быть максимально расширен, проще работать. И я начал ждать свою очередь. К сожалению, из-за того, что я был слеп на этот самый левый глаз, и зрачок мой уже стал плотным, расширяться он не хотел, поэтому мне там чуть ли не пол ведра, этих капель в общей сложности закапали, и ждать мне пришлось довольно долго. Ну, в конечном итоге завели меня в саму непосредственно операционную, посадили на кресло. Похоже, оно на кресло в зубоврачебном кабинете. Откладывается, откидывается, ты там сначала садишься, а потом буквально ложишься. В отличие от моих ожиданий, не стали меня не привязывать, как это было когда-то на хирургии, когда руки привязывали, не стали как-то голову специально закреплять, просто объяснили, как ее там положить в этом кресле. И, собственно говоря, я стал ждать, что будет дальше. При этом мне заранее ввели, вот, я не помню, как это называется, такая игла, в которую потом подключаются. Это, кстати, очень важные нюансы, о которых следует помнить. Вот не знаю, как там, у кого как, а на том столе, на котором лежал я, анестезиолог сидел с левой стороны, поэтому вводить эту иглу, входить, потому что обезболивание было сначала внутривенное. Под внутривенным обезболиванием делали укол в глаз сначала. Там не сам глаз, а где-то рядом с ним, какой-то там нерв переключить, чтобы... Так вот, помните о своих венах. Та же самая история была у меня с правой рукой, когда я лежал в больнице с гипертоническим кризом, и мне тоже вводили капельницы, и тоже возились с запястьями. У меня тонкие вены. Помните о том, что вас тоже могут в этих венах, ведь сестры долго ковыряться, и поколоть не одну. Мне тут несколько штук покололи, пока вот сюда не вошли, с горем пополам. Но все-таки вошли, слава богу. Так что старайтесь или похудеть перед тем, или просто как-то их вены потренировать, чтобы они стали побольше. И медсестре удобнее, и вам не так больно. Ввели этот самый мне наркоз. Я, собственно говоря, его даже не почувствовал и не заметил. То есть я лежал, слушал, думал, что будет дальше, и так задумался, что как-то так вдруг осознал, что я уже не думаю, что врач уже рядом, что мне уже капает в глаз. Потому что обезболивание местное, это значит капает прямо в глаз специальным средством, и снова самолет. Просто у меня посадочная трасса в аэропорт идет практически над головой, так что заранее прошу прощения, придется, видимо, еще не раз прерываться. И вот я лежал, мне капали в глаз, что-то там делали. Так как я был слеп, я, собственно, ничего не видел. Но даже если бы я был зряч, все равно бы я ничего не видел, потому что свет прямо в глаз. И вот я это все время лежал, ждал боли, а боли не было, не было, не было, не было. Были странные звуки, было там непонятно что, я даже не ощущал каких-то там особых изменений в глазу. Капали, 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 что-то делали, капали. Не было боли. Был только мой страх и ожидание боли. И единственный момент неприятный во время всей этой долгой операции, она там с полчаса длилась, это было, когда мне вкладывали эту самую новую линзу. Опять-таки, это не была боль, это было что-то вроде дискомфорта. Врач тут же увидела мою реакцию, накапала еще, и этот дискомфорт прошел. И это все, что я могу сказать про операцию. Не было боли. Затем я встал, в конечном итоге, наложили повязку на глаз, опять вышел предманник, уселся в это самое кресло, потому что после операции еще около часа смотрят, контролируют состояние человека. Ну и через час пошел, переоделся, отправился на встречу любимой семье. А какие теперь осложнения после операции? Во-первых, и самое главное, глаз надо беречь. Потому что опрос людей, которые операцию уже прошли, показал мне, что люди очень часто собственными руками портят все, что можно испортить. Например, одна женщина сразу после операции, приехав домой, жила она в деревне, тут же, вот в буквальном смысле, отправилась на огород, полоть и воровать сорняки. Дочка ее приехала, а мама стоит на четвереньках и сорняки вовсю воровает. В тот же день. Естественно, что у нее началось кровоизлияние, пришлось снова ехать, пришлось еще раз этот глаз оперировать. И, в общем-то, там, ну, у нее до конца зрения не восстановилось. Что касается тех, которые лежали несколько дней, кто-то из них лежал несколько дней именно по причине вот этих преждевременных радостей, а у кого-то была ситуация скверная, что-то там сопутствующие болезни. Я даже спрашивать не стал, но это в первую очередь связано с сопутствующими болезнями, с тем набором букетом, который человек уже имеет. Если же такого букета нет, если ситуация более-менее нормальная, то вы вот живете нормально, как обычный человек. Но есть несколько нюансов. Во-первых, нельзя кланяться, повышается давление, нельзя напрягаться, нельзя поднимать тяжести, и самое неприятное, нельзя тужиться. А это означает, что мы не можем, мы не можем толком убирать в доме, мы не можем переставлять посуду, кастрюлю с едой, мы не можем готовить, если это касается женщин. И, что очень важно для мужчин, нам очень сложно попадать, когда мы ходим мочиться, в унитаз, потому что вот первые пару дней наклоняться неприятно. То есть вот с этим попаданием возникают проблемы. То же самое, когда ты сидишь уже на унитазе, лучше заранее запастись средством от закуров, чтобы этот сам процесс дефекации проходил без напряжения. Потому что, как я уже сказал, напряжение возникает, а люди взрослые, и люди пожилые, частенько имеют именно с этим проблемы. Так что надо пить много воды, как можно больше, в смысле полтора литра каждый день, потому что от запора в это лучшее средство, и вообще проблемы со стулом решают очень многие. И на всякий случай, лучше заранее, перед операцией, купить себе какое-нибудь средство, мягкое, ослабительное, чтобы опять-таки не напрягаться. Без него, может, и удастся обойтись, но лучше иметь. Далее, мочить глаз нельзя, и мочить глаз нельзя целую неделю, поэтому вот голова должна быть вымыта перед тем, и поэтому-то я пока еще не брит, уже успел зарасти, и еще пару дней побриться не смогу, потому что вроде бритья оно такое, но риск попасть водой в глаз остается. Самое неприятное из послеоперационных вещей, это вот то, что ты ходишь как король, не наклоняясь, и то, что ты спишь практически сидя, категорически нельзя первую неделю спать на боку. Как мне объяснили, это может привести к тому, что придавится эта самая глазница, может начаться кровоизлияние, что-то там полопается и так далее, и спать надо сидя. Я вот себе укладываю целую кучу подушек и сплю сидя, хотя в жизни вот повседневно я всегда сплю на боку. Так что для меня такой сон это серьезная проблема. И с этим приходится мириться, еще вот считаю дни, когда наконец это закончится. Что еще? Что касается глаза, после операции глаз опять-таки не болит. Закапывать приходится много, в нем есть какое-то странное ощущение, какое-то определенное неудобство, но боли в нем нет. То есть, если мы выполняем все рекомендации врачей, никаких неприятных ощущений мы не испытываем. Это очень важно. И сама операция безболезненная и процесс заживления практически безболезненный, по крайней мере, сейчас. Опять-таки, очень важный нюанс и об этом сразу предупреждают. А где они у меня? Об этом тоже сразу предупреждают очки, солнцезащитные очки, потому что повязку на глаз они снимают практически тот же самый день после операции, если осложнений нет. И рекомендуют все остальное время проводить в солнцезащитных очках. Во-первых, зрачок, который теперь чистый, новый и прекрасный, он очень остро воспринимает свет. А во-вторых, это дополнительная защита наших глаз. Ни ветка не попадет, ни муха не ударится, ни какая-то особая пыль. Так что очки надо иметь заранее и сразу, естественно, постарайтесь выбрать очки с хорошим ультрафиолетовым фильтром. Потому что давно уже известно и многие об этом говорят, солнцезащитные очки дешевые, опасны тем, что зрачок расширяется из-за темноты, а ультрафиолет сами очки не останавливает. То есть воздействию ультрафиолета глаз подвергается. Что еще я хотел сказать? Хотел я сказать, что это, в общем-то, довольно неудобная штука послеоперационная, но тем не менее с этим можно справиться. Еще раз повторяю, все мои страхи не оправдались. Если бы я знал заранее, что будет так, я пошел бы к врачу сразу же, еще вот те полгода или год назад, когда мне сказали, что глаз надо оперировать. Хороший врач, хороший медицинский центр, хорошее лекарство приводит к тому, что операция проходит безболезненно и восстановление происходит безболезненно. А значит, надо искать хороший медицинский центр, надо искать хороших специалистов. не только смотреть отзывы на странице, но еще и смотреть отзывы на форумах, на разного рода социальных сетях и так далее, и так далее. Непосредственно на страницах отзывы могут быть написаны хозяином этой страницы. Так что, это нужно учитывать. И, собственно, все. О травах, которые могут помочь, мы поговорим в следующий раз. Сергей Демиденко теперь уже не одноглазый пират. До встречи.